Вот и закончились продолжительные выходные. Вести утро Кабардино-Балкария снова с вами в студии Лейла Махова. Здравствуйте. Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария. Несколько человек из числа героев живут в станице Солдатская Прохладницкого района. Василий Антюфеев – участник парада Победы 1945 года. Для 20-летнего бойца, доставлявшего на своем авто орудие на Первый Украинский фронт, это событие стало одним из главных в жизни. Чтобы попасть в число тех, кому тогда выпала честь пройти по Красной площади, надо было преодолеть жесткий отбор. Учитывались не только военные подвиги и заслуги, но и внешний вид. Так только требования к росту марширующих не менее 170 сантиметров. Другой герой, живущий сегодня в станице Солдатская, Михаил Валяев. Он ровесник Антюфеева. Воевал под Молгобеком. Ветеран часто вспоминает, как приходилось отбивать атаки врага на Кавказе. 1 августа 1942 года забрали в армию. Попал в Ингушетию. С Ингушетия, Аш-Дагестан. Там подучили трошечки нас. А там вооружение обзнакомили и пошли на фронт. На фронт пришел. Есть такая станица Вознесеновская. Ночью пришли. А утром мы пошли уже в бой. Семь десятилетий уже отделяют нас от тех событий. Но ветераны уверены, для будущего нашей страны крайне важно из поколения в поколение передавать историческую правду о Великой Отечественной и совершенном тогда народном подвиге. Зимняя погода переменчива. В этот период очень легко простыть. Нередки для такого сезона обострение заболеваний спины и суставов. Чтобы избежать больничной койки, нужно поддерживать иммунитет. Сегодня в нашей еженедельной рубрике «В здоровом теле. Здоровый дух» мы расскажем, как укрепить мышцы спины, чтобы никакие сезонные изменения погоды на вашем здоровье не отразились. Альберт Коцаев продолжит. Становая тяга, гиперэкстензия, тяга к поясу. Эти упражнения хорошо известны каждому тяжелоатлету. Все они направлены на укрепление мышц спины. Новички в спортзалах стараются больше внимания уделять накачке бицепсов и торса, часто забывая о базовых нагрузках на спину. И очень зря, говорят профессионалы. Правильно подобранная комбинация аэробных и силовых упражнений может значительно улучшить здоровье. Надо, к слову, укрепить спину и поправить осанку. Для этого годятся силовые упражнения. Само определение силовые не должно отпугивать. Ничего сложного в этом нет. Эта гиперэкстензия, например, выполняется на специальных снарядах для начинающих в самый раз. Если регулярно и под присмотром тренера делать это простейшее упражнение в течение месяца-двух, можете быть уверены – мышцы спины будут подготовлены к значительным нагрузкам. Я считаю, что надо накачку спины начинать с гиперэкстензии. И начинать не с больших подходов и больших повторений, а где-то в среднем это положено делать 4-6 подходов по 10-15 повторений. Больше не советую. Однако здесь есть и противопоказания. При острых болях в спине врачи категорически запрещают не только физические упражнения. Даже массаж не всегда показан. Надорвать спину можно в два счета. На восстановление ее функциональности могут уйти месяцы. Поэтому занимайтесь спортом правильно и будьте здоровы. Альберт Крацаев, Игорь Мигулин. Вести Утро. Кабардино-Балкария. К этому часу у меня вся информация. Увидимся в следующем. Не переключайтесь. Вот и закончились продолжительные выходные. Вести Утро. Кабардино-Балкария снова с вами в студии Лея Ломахова. Здравствуйте. Накануне исполнилось 72 года со дня освобождения Кабардино-Балкарии от фашистских оккупантов. 11 января 1943-го солдаты 2-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала-майора Захарова вместе с партизанскими отрядами отвоевали нашу республику. Эта победа далась нелегко. Погибло около 5000 человек, из них более половины жителей Кабардино-Балкарии. Ущерб, нанесенный республике за короткое время фашистской оккупации, был огромен. Разрушенные заводы, фабрики, школы, больницы и другие объекты народного хозяйства. Разграбленное имущество граждан и организаций. Все это начали восстанавливать сразу после освобождения. Но самая тяжелая утрата – это тысячи человеческих жизней, загубленных фашистами. Память о них будет жить в веках. И в продолжение темы близится 70-летняя годовщина победы в Великой Отечественной войне. В наших выпусках мы вспоминаем тех, кто защищал Родину, кому мы обязаны жизнью и мирным небом над головой. Несколько человек из числа героев живут в станице Солдатская, Прохладницкого района. Василий Антюфеев – участник парада победы 1945 года. Для 20-летнего бойца, доставлявшего на своем авто орудие на Первый украинский фронт, это событие стало одним из главных в жизни. Чтобы попасть в число тех, кому тогда выпала честь пройти по Красной площади, надо было преодолеть жесткий отбор. Учитывались не только военные подвиги и заслуги, но и внешний вид. Так только требования к росту марширующих не менее 170 сантиметров. Другой герой, живущий сегодня в станице Солдатская, Михаил Валяев. Он ровесник Антюфеева. Воевал под Молгобеком. Ветеран часто вспоминает, как приходилось отбивать атаки врага на Кавказе. Мы только 1 августа 1942 года забрали в армию. Попал в Ингушетию. С Ингушетия, аж Дагестан. Там подучили трошечки. Нас вооружением обзнакомили и пошли на фронт. На фронт пришел. Есть такая станица Вознесеновская. Ночью пришли. А утром мы пошли уже в бой. Семь десятилетий уже отделяют нас от тех событий. Но ветераны уверены, для будущего нашей страны крайне важно из поколения в поколение передавать историческую правду о Великой Отечественной и совершенном тогда народном подвиге. Зимняя погода переменчива. В этот период очень легко простыть. Нередки для такого сезона обострение заболеваний спины и суставов. Чтобы избежать больничной койки, нужно поддерживать иммунитет. Сегодня в нашей еженедельной рубрике «В здоровом теле – здоровый дух» мы расскажем, как укрепить мышцы спины, чтобы никакие сезонные изменения погоды на вашем здоровье не отразились. Альберт Коцаев продолжит. Становая тяга, гиперэкстензия, тяга к поясу – эти упражнения хорошо известны каждому тяжелоатлету. Все они направлены на укрепление мышц спины. Новички в спортзалах стараются больше внимания уделять накачке бицепсов и торса, часто забывая о базовых нагрузках на спину. И очень зря, говорят профессионалы. Правильно подобранная комбинация аэробных и силовых упражнений может значительно улучшить здоровье. Надо, к слову, укрепить спину и поправить осанку, то для этого годятся силовые упражнения. Само определение силовые не должно отпугивать. Ничего сложного в этом нет. Гиперэкстензия, например, выполняется на специальных снарядах для начинающих в самый раз. Если регулярно и под присмотром тренера делать это простейшее упражнение в течение месяца-двух, можете быть уверены – мышцы спины будут подготовлены к значительным нагрузкам. Я считаю, что надо накачку спины начинать с гиперэкстензии. И начинать не с больших подходов и больших повторений, а где-то в среднем это положено делать 4-6 подходов по 10-15 повторений. Больше не советую. Однако здесь есть и противопоказания. При острых болях в спине врачи категорически запрещают не только физические упражнения. Даже массаж не всегда показан. Надорвать спину можно в два счета. На восстановление ее функциональности могут уйти месяцы. Поэтому занимайтесь спортом правильно и будьте здоровы. Альберт Крацаев, Игорь Мигулин, Вести Утро, Кабардино-Балкария. Это была последняя информация. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра в это же время на телеканале «Россия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова